Предприятия республики продолжают год с положительной динамикой. В марте производство выросло почти на 20% по сравнению с февралем. Положение дел в экономике обсудили в правительстве. Рассказывает Ирина Руснак. Ситуацию в экономике Координационный совет анализируют каждый месяц. В марте основные отрасли сработали лучше, чем в феврале. В сравнении с этим же периодом прошлого года показатели предприятий тоже выросли. В полтора раза, рассказал глава Минэкономразвития. Но при этом Сергей Аболоник обратил внимание на важный момент. Сравнение идет с периодом февраля-марта 2020. Это время, когда экономика впервые ощутила на себе влияние локдаунов. Показатели были очень низкие. Сейчас показатель сильнейшего уровня стагнации марта-апреля прошлого года будет динамически выше. Поэтому сразу прошу обратить на это внимание. Так как сравнение будет происходить с очень низкой базой прошлого года. Рост мартовских показателей снова обеспечил ММЗ. С начала года металлурги активно наращивают выпуск. Спрос на металлургическую продукцию сейчас высокий. В этом месяце на заводе поставили рекорды по производству. Если мерить объемными показателями, мы выгрузили в марте 52 тысячи тонн. Это показатель самого успешного года, 2018, когда мы работали с Украиной. Мы имели огромные поставки до 60 тысяч тонн лома и большой украинский рынок. Мы расширили рынки, кроме Румынии и Молдовы, традиционно выгружаем на ФОБИ. Товар идет и в Израиль, и в Африку, и в Южную Америку. Пока конъюнктура цен это позволяет делать, но сразу отмечу, рынок неустойчивый. Помимо металлургов в марте стабильно сработали легковики. Рост за месяц в целом по отрасли на 8%. С наступлением весны активизировали свою работу предприятия строительной отрасли. Здесь по сравнению с февралем рост более чем в два раза. Но, отметил Сергей Абалонник, до намеченных планов стройпроизводство по-прежнему не дотягивает. Импортные поставки выросли в полтора раза. Цифра ожидаема, рассказал Сергей Абалонник. Предприятия сейчас активно завозят сырье и формируют планы по производству. Про исполнение социальных обязательств рассказала министр финансов Татьяна Кирова. В марте зарплаты, пенсии и пособия выплатили вовремя. Несколько предпринимателей получили компенсации за простой. Ряду организаций государство помогло с выплатой зарплат работникам. Документы еще четырех предприятий получателей господдержки сейчас рассматривают.